Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Занимаемся экзегезой на портале экзегет.ру. С вами священник Алексей Волчков. Читаем книгу пророка Осии. И у нас сегодня глава 11 тема нашего разговора. Итак, мы уже разобрали большую часть этого сочинения, книги пророка Осии, и знаем, о чем он говорит. Он говорит о том, что было свойственно всем пророкам Ветхого Завета. О том, что есть Бог, о том, что есть народ Божий. В случае с Осией он говорит, что есть два компонента этого народа. Северное царство Израиль, а также то же самое Иаков, а также то же самое Ефрем, это разные наименования одного и того же. И есть Южное царство Иуда или Иудея. О чем пророки еще сообщают? О том, что Северное царство сильно ошибается в своей жизни, в своем понимании Божества, в своем понимании того, как нужно поклоняться Богу Авраама, Исаака и Якова, Богу Библии. И вот это осуждение недостатков в социальной жизни, в жизни внешнеполитической, в жизни политической Северного царства является постоянным элементом книги пророка Осии. И вот мы сейчас читаем очередной блок рассуждений Осии о том, что есть Израиль в глазах Бога, кем он должен быть, кем он был, кем он является и кем он, увы, будет в ближайшее время. Итак, читаем стих 1, глава 11. «Когда Израиль был ребенком, я, Бог, слава Бога это, полюбил его, из Египта призвал я сына моего». И вот возникает здесь очередная семейная метафора. Начинается книга Осии с того, что Бог сравнивает себя с мужем, а Израиля с женой. Впрочем, как мы уже знаем, женой проблемной, которая бросает своего мужа, изменяет, начинает от других и так далее. Короче, муж, Бог или сам Осия страдают из-за такой жены. В случае главы 11 мы находим гораздо более нежную, однозначно положительную, позитивную метафору, семейную метафору, описывающую отношения Бога и Израиля. Это отношения отца и сына, отца и ребенка. И вот описывается здесь, что Бог однажды увидел в Израиле ребеночка. Он там его создал, он там его породил, он там его полюбил. И однажды призвал этого ребенка, этого сына из Египта. Вот описывается здесь начало взаимоотношений Бога и Израиля, Бога и народа. Мы читаем об этом взаимоотношении, об этой истории в книге «Исход». Тема «Израиль и Египет», «Выход из Египта», «Призвание из Египта» – это тема очень популярная во всей Библии. И в Ветхом Завете, и в Торе, и у пророков постоянно эта тема всплывает. И в Евангелиях, а точнее у Матфея, цитируется именно это место 11.1, когда рассказывается о том, что семья Иисуса бежит в Египет, спасаясь от гнева царя Ирода, Ирода Великого. Но вот Ирод умирает, является ангел Иосифу и говорит, «Не бойся, возвращайся, ибо умер искавший души Иисуса». И комментирует это событие Матфей, цитируя этот стих. «Как Израиль был из Египта призван». То же самое совершается и с Иисусом, Божьим сыном, Божьим отроком, который тоже был призван из Египта. «Но их позвали, и они пошли. Валаам приносили жертвы, идолам совершали все сожжения». И вот возникает развитие метафоры «ребенок – родители, сын – папа». Такое развитие знакомое каждому из нас. Но их позвали, и они пошли. Да, ребенок был рожден, ребенок был воспитан, ребенок был сохранен во время странствования в пустыне, во время синаистского путешествия, во время судей, во время Иисуса Навина. Вот Бог сохранял свой народ, свой Израиль. Но потом возникает что? Родители делают все, что он может сделать, максимум из того, что он может. Но кто-то зовет его ребенка, и ребенок уходит. Ребенок идет и занимается тем, чем его папа и мама не учили заниматься. Чем занимается Израиль в этом случае? В случае «идолам совершали все сожжения». Ну, знакомая нам по книге пророка Усии тема «идолослужение». А точнее, гораздо более тонкая проблема, не такая однозначная. Не «идолослужение», а попытка найти какой-то симпиоз, синтез в почитании Яхвы и Еговы, но при этом с использованием стандартов, подходов, культовых форм, которые были приняты в окружающих народах. У хананеев в основном. И поэтому в этой связи не было понятно, а кому вы приносите жертву? Ваалу, Астарте или Богу Библии, Богу Израиля? Потому что по форме никак было не отличить почитание Яхвы от почитания других местных хананейских божеств. Читаем дальше. Стих 3. «Я учил Ефрема ходить, брал их к себе на руки, а они не подозревали, что это я ухаживал за ними». Ну, видите, какие трогательные моменты тут сообщаются. Бог учит ходить Израиль, как учит папа или мама ходить ребенка. Бог берет Ефрема, то есть свой народ под руки, да, брал их к себе на руки. Вот так описывается мера заботы, опеки Бога над своим народом. А вы не знали, что это я ухаживал за вами. Вы думали, что вы получили землю просто так, из-за того, что вы могучие воины, из-за того, что вам помогали ваалы и астарты. Но нет, Бог говорит, это я вам все сделал. Я ухаживал за вами. «По водьями человечности я влек их возжами любви. Я для них был как тот, кто снимает ермо с шеи. Я наклонялся к ним, чтобы покормить их». Еще один прекрасный, очень глубокий образ. Бог сравнивает себя с тем, кто возделывает поле и имеет перед собой плуг или барану. И перед бараной находится волк, да, какой-то телец, который тащит, а может быть и лошадка, которая тащит все это дело. Да, тяжелая работа, но пастух, но земледелец, точнее, заботится о своей лошадке, заботится о тельце. Написано, что я вас опутал узами, да, ермом. Но это узы человечности, это есть возжи любви. Это одни из самых сильных выражений, высказываний, таких вот образов, которые есть во всей книге пророка Усии. Воистину, постоянно ругающийся, ворчащий Усии, рассказывающий о гневе Бога, дает нам здесь очень сильную отдушину, такой настоящий луч света, рассказывая о том, как по-настоящему Бог относится к своему народу. Итак, когда кончилась работа, закончился какой-то элемент труда, пахоты, Бог спешит снять ермом с шеи, Бог заботится о своем народе, о своей лошадке, Бог не хочет, чтобы она чрезмерно устала. Вот ермо снято с шеи. Наклоняется пастух, чтобы накормить, да, возможно, неловко, неудобно наклоняться и есть. Вот сам пастух, не пастух, конечно же, а земледелец, помогает лошадке наесться. Так описывается отношение Бога и Израиля, и шире Бога и человека. «Так неужели они не вернутся в Египет?» – знак вопроса. «Ассирия будет царем их. Раз они отказались вернуться, взовьется меч над их городами, истребит священников, поглотит советников». Ну вот, начинается другая тональность, момент гнева, суда, расправы и кары, торжествует повествование. «Наказание. Хоть это и было у нас в наших отношениях, хоть я и породил Израиль и возлюбил его, но за преступление его, увы, будет то, что описывается здесь. Они могут вернуться в Египет, они могут как будто бы перестать быть моим сыном, потому что есть такое право у человека и у народа. Свобода, которую Бог уважает, она может сделать бывшее как будто бы небывшим. Ассирия будет их царем, она будет торжествовать, она завоюет северное царство. Меч взовьется над городами, меч – истребитель, истребляющий, истребит священников, советников, города, и будет то, что было в истории, и об этом Ассия нам рассказывает. «Мой народ непреклонен в своем отступничестве, они называют его Богом высоким, но не поднимает он никого из них». Стих 7, глава 11. Стих для перевода сложный, поддается разным переводам. Такое бывает иногда в Писании, когда стихи либо как-то вот испорчены, оказались в ходе переписывания. Короче, их смысл поддается двоякому, троякому толкованию. Как можно понимать этот стих? Например, так. «Они называют его, то есть Бога, Богом высоким». То есть вы правильно говорите о Боге, у вас правильное вероучение, единобожье, монотеизм, законы Моисея, у вас есть все это, но у вас нет правильной практики, поэтому ни одного он никогда не поднимет из вас. Вот такое. То есть не спасет, потому что вы не даете Богу, Богу высокому спасти свой народ. Другой вариант перевода такой. Они называют его, то есть Ваала, своего любимца, Богом высоким. И это, возможно, был один из титулов Ваала, бога хананеев, бога хананейского, но написано внизу, «Он не может вас поднять, то есть спасти, потому что Ваала нет, Ваал бессилен». «Неужели я выдам тебя, Ефрем? Неужели продам тебя, Израиль? Неужели поступлю, как сад мой, уподоблю тебя циваиму? Переворачивается мое сердце, пылает моя жалость». Вот в этом все пророки, в этом Бог Ветхого Завета. Бог Ветхого Завета дает знания, дает уставы, дает законы, все рассказывают, все показывают. Эти уставы не сложны, эти времена неудобно осимы. Это начало истории. Потом возникает нарушение этих уставов. Особенно Бог нетерпим, когда это нарушение касается беззащитных людей, бедняков, вдовиц, сиротов и так далее, когда во имя Ваалов убивают детей. И тогда Бог распаляется в своем гневе. Божье наказание, Божий террор оказывается тем, что грозит своему народу. Но после этого всего опять Бог как будто бы меняет отношения, меняет оценку, меняет характер своего, своей реакции, говорит, что я не могу до конца правосудие реализовать, потому что я люблю тех, с кем я вступил в отношения Завета. Я люблю свой народ. То же самое здесь. Как будто Бог рассуждает, что же я выдам тебя, Ефрем, продам тебя, от тебя я что ли отступлюсь, что ли будет твоя участь, как участь Адмы и Циваима, это города, которые погибли вместе с Содомом и Гаморой, что ли так, и это вопросы, конечно же, риторические, ответ отозначен. Я не могу так поступить с тобой, потому что переворачивает мое сердце, Божье сердце, пылает моя не ярость, а жалость у Бога сердца, которое может переворачиваться, и жалость, которая может пылать, вызывать дискомфорт сердца самого Бога. Привычная, есть тут смена тональности, весть о суде резко обрывается и переходит в весть об обещанном прощении, милости и любви. Голос судьи оказывается исполнен состраданием и грусти, переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Это есть лучшие строки, описывающие раскаяние человека. Когда мы раскаиваемся, то же самое бывает иногда и у нас. Переворачивается сердце, пылает жалость. Нет, я не дам волю гневу, не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек. Среди вас я святой, неужели не войду в город? Тоже очень сильные стихи. Тут говорится о том, что это вы, люди, не можете сделать так, чтобы у вас переворачивало сердце. Вам это не всегда доступно. Вы очень часто являетесь последовательно мстящими, карающими, осуждающими существами. Я не таков. Я выше человечности в вашем понимании. Я Бог, и поэтому я могу раскаяться, я могу отказаться от праведного наказания и от праведного гнева, ведь я святой, я Бог, а не человек. Святость Бога Израилева, Бога Библии, описывается в категориях не кары, гнева, наказания, а в категориях милости и прощения. Стих 10. Вслед за Господом они пойдут, подобно льву он будет рычать, зарычит, в трепете придут из-за моря сыновья. Что тут описывается? Ну, конечно же, бесполкование тут тяжело понять. До этого был вол, потом будет переворачивающее сердце, тут какой-то возникает лев рычащий. Как это все можно понять, дорогие друзья? Ну, так, наверное. Это вот такая гипотеза. Значит, да, суд, плен, изгнание неизбежны, потому что так должно быть. Вы должны быть завоеваны. Северное царство, Южное царство, это уже не исправить, это уже не изменить. Но венец всего этого я сделаю благим. Венец всего этого испытания, катастрофы, коллапса будет добрым и хорошим, и вы поймете. Потому что однажды, подобно льву в пустыне, я зарычу, и вы услышите, и вы все ко мне обратно вернетесь. Из-за моря, из-за реки, из Месопотамии, из Египта, рассеянные соберутся вместе. Но хочется прокомментировать еще очень такие колоритные метафоры, образы используются здесь. Подобно льву, он будет рычать. Итак, Палестина, какая-то деревенька, значит, начинается время заката, пропадает солнце, луна, возможно, не вышла, либо облачность, мы не видим ее, и возникает типичная для юга, знакомая всем нам, кто хоть раз бывал в Сочи и южнее, полная, непроглядная, темная, южная ночь. Ничего не видно. Есть только, возможно, луна, или звезды, и тишина. Ну, конечно же, никакого не было освещения, никаких не было фонарей. Ну, полная тишина. Люди закрывали своих хижинах, своих домах, своих дворцах и слышали звуки, звуки, какие-нибудь звуки шакала, гиены, местные там, свои животные от страха там, блюют, мяукают там, лошадки, звуки свои сдают. И вот, раз, звучит, повергающий всех в оцепенение, рык льва. Лев вышел на охоту, ходит около твоего поселка и рычит. И все это слышат. И, конечно же, всем понятно, не дай Бог оказаться сейчас вне дома, вне вот своего ночного ложа, в своей постели, вот там, где господствует лев, который рычит и который хочет себе найти добычу этой ночью. Конечно же, понятие рычащего льва, образ рычащего льва был гораздо более понятен тем людям, современникам Осии, современникам Иисуса, неже ли нам. Но поверим на слово комментаторам и признаемся, что действительно голос Бога в чем-то подобен голосу льва, рыку льва. Но доброго льва, разумеется, как нам то показало сочинение Клаева Льюиса, вот, хроники Нарнии, как мы знаем, там Бог описывается именно в образе льва, доброго льва, льва Аслана. Из Египта в трепете, как птицы, как голуби из страны Ассирийской, тогда я снова поселю их в их домах. Заканчивается глава на позитиве, на мажоре, описывается то, что на рык льва, божьего льва, самого Бога, как пташки прилетят из Египта, из Ассирии, из Месопотамии, божьи сыновья. Вот, написано «сыновья» в стихе 10. «И я снова поселю их в их домах». Редкие стихи, рассказывающие о прощении. Вы, дорогие мои израильтяне, дорогие мои евреи, быстрые, но беззащитные твари, в новую эпоху вас будет охранять могучий лев, могучий Бог. Окружил меня ложью Ефрем, коварством род Израиля, а Иуда еще ходит с Богом и святому верен. Ну, это вот окончание главы 11 сравнивает Осия, или сам Бог сравнивает ситуацию на севере, это Израиль, это Ефрем, это Иаков, это Самария, это все одно и то же, и ситуацию на юге. И говорится о том, что в отличие от севера, на юге не так все плохо. Более-менее. Плоховато, но более-менее, потому что там есть понятие о едином храме, там есть нужные священники, там есть нужная династия Давида, там все более-менее, суд над ней будет отложен. Итак, глава 11 рассказывает нам о Боге и о Израиле, давая нам изумительные, богатые, колоритные образы. Бог это рыкающий лев, Бог это Папа, воспитывающий своего сына, Бог это тот, кто созывает пташек рассеянных, разлетевшихся обратно и гарантирует им безмятежное и мирное житие в их родной стране, в Божьем Израиле. Дорогие друзья, с вами портал экзоге.ру, толкуем писание вместе, спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова